Приветствую вас! Во-первых, надо сперва определиться с кем, почему вы говорите, что встречаетесь именно с любовником. Почему любовник? Именно любовник почему? То есть вы сами не свободны, у вас у самой есть муж, тогда непонятно, если у вас есть муж, почему вы спрашиваете любовника о том, сколько это продлится. Ведь любовник изначально был на правах такого временного варианта. Ну, на мой взгляд, как я это вижу в любом случае, да? Тут вы вдруг задаете ему такой вопрос, и не очень понятно, чем этот вопрос обусловлен. Все-таки. Если у вас есть свои отношения, то их, понятное дело, нужно сперва завершить. То есть именно ваши отношения нужно сперва завершить либо партнером вашим, либо это может быть муж, либо это может быть кто-то еще, ну, например, там постоянный бойфренд и так далее. Вот. То есть вот с этим вопросом, с этим вопросом, вам, на мой взгляд, вначале нужно разобраться именно с этим вопросом. Потому что это очень-очень важно. Далее, надо сказать так, что поскольку мужчина изначально был избалован вашим вниманием, да, поскольку мужчина изначально был избалован вашим отношением к себе, то, соответственно, вряд ли он будет вести себя иначе. вот именно исходя из того, что вы написали. Вот. Потому что у мужчины нет, по большому счету, у него нет стимула для того, чтобы как-то менять что-либо в моей позиции. Вот. А зачем? Зачем что-либо менять? Если его и так, например, все устраивает? если он не переживает за то, что вы, например, можете от него уйти. Вот. То есть, здесь, конечно, вопрос такой, скорее. Почему вы поставили себя так, что, вот, ну, как бы, сами пишите, звоните мужчине и так далее. вот, весь вопрос в том, почему вы так себя поставили. Именно вы, именно сами. Что здесь за веденческий триггер присутствует? вот. Вот это, пожалуй, да, это важно. Потому что, если вы делали это из-за, допустим, проблем со самооценкой своей, то, соответственно, это решается, самооценка поднимается и, в общем-то, вы себя так вести уже не будете. Вот. Ну, понятно, что мужчина либо примет ваши изменения такого рода. Либо нет. Да, то есть это уже во многом зависит именно от него самого. Далее, вы несколько раз говорите о том, что включаете по нему, очень хотите его увидеть. Здесь тоже важный момент. Откуда и почему такое стремление, такое желание с ним быть. То есть, ведь человек вам по сути откровенно вроде бы дает понять, что не хочет сближаться с вами. Что либо ему нужен перерыв, либо он просто устал, либо что-то еще. А вы, как будто бы этого не замечаете и продолжаете на него давить, продолжаете чего-то от него требовать, продолжаете от него чего-то хотеть, ждать и так далее. При том, при том, что это просто любовник. То есть, это даже не ваш мужчина. Ну, постоянный. Да? Вот. и это, конечно, тоже довольно такой важный момент, если мы хотим понять, что с вами происходит. Ну, потому что подобная зависимость от человека и, соответственно, ваше такое поведение, можно сказать, зависимое или созависимое. Оно ни к чему хорошему не приведет вас. потому что кроме кроме негатива, кроме негатива вы от мужчины получать ничего не будете, потому что мужчине нужна женщина, которая ценит себя, любит себя, уважает себя, а вы вы себя не цените, вы себя не очень уважаете, скорее всего по мнению мужчины, потому что он вами не дорожит. И у этого тоже есть причины. у этого должны быть причины, потому что заниженная самооценка всегда имеет основания, всегда имеет под собой какие-то не очень приятные может быть переживания, не очень приятные чувства, комплексы, страх, может быть страх, например, страх остаться в одиночестве и так далее. то есть тут, конечно, тоже требуется анализировать, тут, конечно, тоже требуется выяснять, вот. но пока пока исходя вот из того, что вы написали, можно сделать такой вывод, что с самооценкой у вас есть некая проблема. И эту проблему проблему самооценки решает. ее нужно решать. Можно ли ее решить? Да, конечно можно. Проблема самооценки решается и можно ее поднять так, что вы уже не будете вступать в такие отношения. в отношении такого рода, такого плана, вы не будете позволять себе так относиться. Но вы будете лучше знать, чего вы хотите для себя сами. Ну и, соответственно, что с этим делать. Поэтому если вам подобное интересное, то я рекомендую смотреть именно в эту сторону, да, то есть именно в этом направлении двигаться, а не в том направлении, что могут ли у него быть чувства у этого мужчины и так далее, так далее, так далее. Вот. Потому что, потому что вы ставите себя в зависимости от него. это никогда не может быть здорово, никогда не может быть хорошо. Вот. Если вы хотите, чтобы вас оценили, то нужно, чтобы мужчина реально боялся вас потерять. понимаете, чтобы он реально боялся вас потерять, чтобы он действительно боялся вас потерять. Вот. А пока то, что вы вот описываете, здесь никакого страха того, что он может вас потерять, нет. а значит нет и стимула для того, чтобы вести себя с вами как-то вот адекватно и достойно. Достойно именно вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Удачи.